Истина открывается, когда смотришь на совершенные вещи. Смотри как просто. Заходи на ватшоп, авторизуйся, закинь немного деньжат, крутани рулеточку и получи свой танк. Заходи скорее! Скидка 30% действует ровно день. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракэси. Сегодня я хотел бы прочитать вам ответы Антона Панкова. Ну и на фоне вы можете посмотреть бой на имбе. Итак, приступим. Думаем над возможностью проката танка в аренду на небольшой срок. В особенности это касается прем-танков. Вот лично мое мнение, что идея, наверное, неплохая. Хотя бы игрок может приобрести танк на какое-то время премиумный. Ну и тем самым пробует его и сделает вывод, стоит ли его вообще покупать. Полностью. Следующий ответ. По поводу чехов. Вопросов много. На текущий момент есть два варианта. Ребаланс ветки целиком. АП при этом танки до 8 уровня. И при этом ребалансить 9 и 10 уровни. На данном дереве. Возможно, отбалансим чехов вместе со всеми танками. При переходе на рулевую модель. Могу сказать, что чехи не так давно появились и уже зарекомендовали себе на 9 и 10 уровне как первоклассные имбы. Все статисты, да и не только, прокачали их уже давным-давно. Ну и нерв тут напрашивается, потому что характеристики этих танков поражают. Это мое личное мнение. И стоит отметить, что действительно до 8 уровня танки ни о чем. Но опять 25 вводят имбу и потом ее нерфят, как всегда. Следующий ответ. Система поощрений для альфа и бета тестеров нашей игры будут. Не успеем к нашему дню рождения в августе. Но на день танкиста, думаю, все будет готово. Думаем над уникальным поощрением. Ну вот как по мне, альфа и бета тестеры делают хорошее дело. Они тестируют нашу игру. С другой же стороны, они пропускают много недочетов, ошибок на основной сервер. Те же имбы как-то выходят. Хотя это, наверное, не их решение. Но в любом случае, пускай будет. Хотя бы что-то будут получать за свою работу. Идем дальше. Следующий ответ. Ориентировочно 10 мая будет громкий анонс на тему баланса. Баланс 2.0 или ролевой баланс. Мы будем делать вместе с вами. Летом будете потеть вместе с нами. Мое личное мнение. Не знаю. Баланс 2.0. Звучит, конечно, круто. Прямо как Рубикон. Но не получится из этого полная фигня. Ну, одно дело там какую-то имбу одну вести, а другое перебалансить все танки. И так, что потом вообще играть невозможно будет. Но я надеюсь, конечно, что этого не произойдет. К тому же, вроде как, разработчики прислушиваются к мнению комьюнити. Это очень хорошо. И я надеюсь, конечно, на лучшее. Идем дальше. Следующий ответ. Балансировщик новый проходит сейчас в тестировании. Называется пресетный. Все тесты летом. Ну, будем ждать. Посмотрим, что выйдет. Танк М4А-3Е8 Фьюри делался совместно с Sony Pictures. Права у них. В ближайшее время он не появится. Ну, мне все равно, честно говоря, на этот танк. Идем дальше. ИС-5 будет доступен только за клановые активности. Увы. ИС-5, лично мое мнение, танк неплохой. Но заморачиваться и играть в этих клановых войнах, но это не для меня. Может быть, кому-то интересно это все. Следующий ответ. Берлин и Париж выйдут в рандом. Будет еще одна карта в этом году. Но для начала надо решить проблему периодического выпадания подряд одинаковых карт. Но карт в этом году сильно меньше. Мое мнение, что карты сейчас нужны. Они хотя бы какое-то разнообразие приносят в игру. Ну, естественно, нужно их хорошо сбалансить. Но я надеюсь, что Париж и Берлин приживутся в рандомик. Там уже городские карты. Ну, еще одна карта какая-то выйдет в этом году. Тоже надеюсь, что она будет интересной. Следующий ответ. ЛТ надо вернуть роль. Они сейчас слабо играбельны. ЛТ-9 и 10 пока в ближайших планах нет. Мое мнение, что ЛТ действительно сейчас не особо интересны. За некоторым исключением. Ну, есть хорошие танки, но баланс все равно на ЛТ. Ну, не очень. Хотя это мое личное мнение. Опять же, кому-то ЛТ-шки нравятся. Насчет 9 и 10 ЛТ-шек. Ну, не знаю, что из этого выйдет. Может опять такое выйти, что потом совершенно все испортит в балансе. Следующий ответ. Ротные бои. Будем реконструировать формат. Либо на базе КБ, либо в кланы переносить. Но не в этом году. В ротных боях, на это мое мнение, я уже не играл хрен знает сколько. И, честно говоря, прям какого-то большого желания нет. По мне, так лучше бы ввели поиск взвода нормальный, автоматический. Чем какие-то там ротные бои трогать. Хотя, конечно, наверное, тоже их нужно действительно уже как-то улучшать. Следующий ответ. В этом году одна новая нация. В самом конце года. Сами, думаю, догадаетесь. Ну, я так понимаю, речь идет о польской ветке, если я не ошибаюсь, конечно. Ну, будем ждать, посмотрим. И хочется, чтобы новая ветка была разнообразной, а не очередные клоны. Следующий ответ. Итальянцы есть в планах на следующий, либо 2018 год. Вот это планы у них долгоиграющие. У них набирается почти полноценная ветка. Чуть или не с ПТ. Вопросы только по арте. Ветка СТ с Леопардом на 10 уровне. Есть все в закромах. Но мы пока придержим ее. Ну, итальянцы. Не знаю, вот тут сказано, что Леопард 10 уровня. Опять Леопард, Леопард. Сколько этих Леопардов уже можно вводить, я не понимаю. Идем дальше. Следующий ответ. Ваффентрагер Ауф Е100. Просят многие оставить. В 9.15 замена все же выйдет. После замены мы будем думать, что делать с Ваффентрагер. Вопрос открыт. Ну, как по мне, Ваффля вполне неплохой агрегат. Мне нравится порой на ней поиграть немножечко. Ну, она иногда бывает довольно скучной, но чуть-чуть можно. И лично мне не нравится то, что ее заменят по одной простой причине. Потому что нельзя вот так вот брать. Сначала заманивать игроков имбой. Потом все ее прокачивают. А потом вообще нерфить. И тем более выводить ее. То есть игрок качает ветку ради одной машины конкретной. Ради ТТХ, которая есть на данный момент. А в итоге получает совершенно другое. Хоть и гриль очень даже хорошая потасауна. На текущий момент думаем о бесплатном сбросе перков. Ибо гриль другой танк по геймплею. Естественно, нужно бесплатный сброс сделать перков. Как иначе, я вообще не понимаю. Следующий вопрос. World of Warships Blitz и World of Warplanes Blitz. Без комментариев ответ. Ну, я ничего об этом не слышал. Но в самолетике я вообще не вижу смысла делать на мобильных устройствах. Потому что они и там, скорее всего, провалятся. Ну, а корабли, ну, не знаю. По-моему, танки вполне хорошо вписываются в мобильные устройства. Ну, это мое мнение. Следующий ответ. Если вы во взвод будете брать в патче 9.15 танк 10 и 1 уровня, штраф будет 50% опыта. В следующих версиях вообще отрежем возможность брать такие брелки. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы сначала предупредить игроков, приучить их не брать такие танки. Но все равно их будут брать. Потому что первые уровни берут не для опыта, а чисто патрули союзников. Или какие-то, не знаю, пьяные люди. И так далее. Нужно сразу просто запрещать брать брелки. Итак, идем дальше. Есть идея реализовывать национальные особенности в виде перков. Ну, идея, кстати, не четок. Ну, интересно, как это все выйдет. Если такое ведут. Но что-то любопытное. Плавающих танков не будет. Жалко, я хотел поплавать. Ребаланс арты это часть баланса 2.0. Быстрее бы уже. Идеи для арты очень много. Вплоть до дымов у арты. Правильно, пускай дымами стреляют. Дымы для ЛТ приоритет в сторону артиллерии. Так, дымы для ЛТ. Звучит очень забавно. Роли брони важная тема. Все в балансе 2.0. Ну, тут как бы уже разработчики намекают нам, что ждите этот баланс 2.0. Сейчас они ничего не могут ответить. Типа и броня будет уже играть в этом балансе. Какую-то роль нормальную, а не как сейчас. Картон, любой танк. Ну, посмотрим, что будет. Лайдер со временем переведем на десятки. Ну, я в нем не играю. Может быть, кому-то это и нужно. Следующий ответ. Смены корпуса мы сейчас рассматриваем как элемент кастомизации танков. Обвешиваться бревнами, мешками, лопатами. Мы работаем. Это требует огромного контента. В этом году не будет. Ну, как по мне, идея прикольная. Ну, она как бы мало, что будет как-то влиять на геймплей. Но все равно просто забавно будет повесить что-нибудь на танк. И чтобы это еще двигалось во время того, как танк едет. Тогда будет забавно. ПВЕ на текущий момент есть только как искусственный прототип. Основная идея сделать в виде ПВЕ исторические кампании. Ибо исторические бои. В этом направлении движемся. В этом году не стоит ждать. Будем реалистами. Ну, честно говоря, вот по этим ответам. Ну, какие-то подвижки есть. Что-то интересное намечается. Но не знаю, как это все будет реализовано. Хорошо или плохо. Будем надеяться, конечно, на лучшее. Ну, а что получится в итоге, я не знаю. Но кое-какие предпосылки положительные есть. Уже занялись балансом. И так далее. Это плюс. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok